Здарова, народ! Всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets, и сегодня, ребятушки, у нас на распаковке и промывке костей самый мега-супер-обер-заряженный топ от компании Nubia, а именно Nubia Red Magic 7S U-PRO! Ну и как всегда, ребятушки, небольшой челлендж, давайте-ка дружно-гуртом наберем под этим роликом, допустим, 6666 лайков к 10 сентября, и вот этот вот красавец-монстр смартфон отправится к кому-нибудь из вас в личное использование. Так что, как всегда, просто прожимаем большие пальцы вверх, пишем любые комментарии по теме нашего сегодняшнего героя, и обязательно подписываемся на нашу группу в Телеграм, где я вручную отбираю для вас только самые лучшие скидки и минимальные цены на топовые смартфоны, как на Алиэкспресс, так и в местных магазинах. Тема крайне годная и максимально полезная, все ссылочки будут в описании под этим видео. Да, дорогие друзья, наконец-то самый мощный смартфон в галактике у нас на тестах. Ну, быть может, не самый мощный, но один из это уж точно. Так, в недрах нашего героя используется 18 гигабайт оперативной памяти и накопитель на 512 гигов, то есть это у нас, опять же, максимальный потолок для данного устройства, и в целом это очень и очень круто, так как получится раскрыть весь потенциал по полной программе. Хотя, если честно, даже если будете брать версию на 12 гигов оператива и какой-то большой разницы между 16 и 12, поверьте, ребята, вы не почувствуете. Но если вам приглянется этот монстр, то, разумеется, по самой низкой цене у нас в стране, да, ребятки, этот смартфон можно купить с доставкой из России примерно за 3-4 дня, он к вам приедет. Так вот, для этих целей, как всегда, рекомендую магазин Цифрус, там, ребятки, завезли как Нуби, так и новые Black Shark 5 Pro, хорошим ценам 5G Poco F4 GT, скоро, я думаю, шестые ROG Phone там появятся. В общем, для затарки топовыми игровыми девайсами, как всегда, категорически рекомендую магазин Цифрус. В принципе, там есть много и других аппаратов, там и на FIM Phone они привезли, скоро тоже приедет, заказал. В общем, все ссылочки, повторюсь, будут в описании под этим роликом. Ну, а покупая совершенно любой смартфон по этой самой хорошей цене, вы, ребятки, используя мой промокод, получите еще и крутой подарок своему будущему девайсу, так что категорически рекомендую. Так, повторюсь, ко мне в Краснодарский край, в городе Тихорецк посылка шла примерно около 3,5 дней, вот так вот где-то примерно около того. Ну, разумеется, отправляют ребятки из Москвы. Если вы близко к Москве находитесь, то, разумеется, вам доедет намного быстрее. Ладно, в общем, смартфончик поставляется вот такой вот максимально игровой, картонной, опять же, коробки. Тут у нас комикс, в принципе, в предыдущей версии тоже был комикс, но, разумеется, рисуночки они немножко поменяли. И в целом мне прям упаковка нравится, вот такой вот комикс-подход. Вот, честно говоря, Asus, что 5s, что пятерка, что шестерка, вот даже, ну, независимо от комплектации, там, ну, есть такие более вычурные у них варианты коробки, но вот таких вот нет. Мне прям нуби в этом плане прям очень и очень заходят, реально очень круто. Ну, и на задней стороне, опять же, классика технической характеристики Red Magic 7S Pro. 8 Plus, GN1, это первый аппарат у нас на тесте на данном процессоре. Будем выжимать из него все соки. В общем, ладно, 5000 мАч, 65 быстрая зарядка, 20000 у нас, получается, увеличили скорость работы кулеров, хотя, в принципе, в предыдущем поколении было все примерно плюс-минус точно так же. Главное, что эта фишка работает. Ладно, в общем, приступаем к вскрытию. Погнали, ребят. Ох, без этих пленок коробка еще более круто смотрится. Ну, я прям все. Сегодня будет море позитивных эмоций, потому что вот такие штуки я по-настоящему обожаю и люблю. Игровые телефоны, но это не только для игр, ребят, а для души. Вот девайсы, которые по-настоящему умеют круто выделяться из толпы. Давай, давай, выделяйся. Так, давайте-ка... О, ну, тут, опять же, по классике, первым делом нас встречает еще одна дополнительная карабенция. Конверт. Ух, офигеть, я взял не серый, а вот именно в черном исполнении. Он там под хаки. Короче, крутая машинка. Он должен быть еще и в прозрач... Да, он прозрачная версия. Офигеть. Скрепка для извлечения симулатка. У нас, конечно же, присутствует набор фирменной макулатурки в двух томах. И чехольчик. Ну, честно говоря, вот чехлы вот эти... Я прям небольшой их фанат, потому что вот это вот отверстие здоровенное. Да, сюда можно... Тут специальные такие вот штуки есть. Сюда крепится кулер вот этот дополнительный. Да, тут система активного охлаждения. Непосредственно используется у нас в смартфоне. И еще можно дополнительную присобачить сверху. И прям вообще будет куча кулеров. Хотя, ну, я не знаю, это не для Nubi. Nubi, они прекрасно справляются вот в плане охлаждения. Вообще никаких претензий. Я семерку тестировал, шесть С, шестерку, пять С, пятерку. Все вплоть до Марса. Вот у меня все были Nubi. Они до сих пор, большая часть у меня находится. И прям у всех работает система активного охлаждения. Без каких бы то ни было нареканий. Ну, так, ладно. Че, мы же про чехол рассказываем. Ладно, в общем, тут есть вырезы под Air Trigger. Разумеется, они тут присутствуют. Кстати, их разогнали до 520 Гц. Офигеть. Дополнительное отверстие для микрофона. Качелька регулировки громкости защищена. Снизу у нас тут прорези для системы активного охлаждения. Ну, в принципе, такой ох-чехол. Но, как говорится, я бы какой-нибудь другой бы приобрел. Но тоже в прозрачном исполнении. Потому что смартфончик очень красивый, ребят. Он офигенно эффектный. Опа. Вот он, дружище. О, я думал, айфон. Ладно, это такая вот проставочка. Так, вот он, красавец. В транспортировочных пока что пленках. Но мы к нему перейдем буквально через пару секунд. Мне нужно добить комплект поставки. Посмотрите, что у нас тут. Хотя, в принципе, опять же, классическая классика. USB-C кабель. Вот такой вот красный, кстати, USB-C на USB-C. Если кому-то важно, то имейте в виду, идет именно такой кабель прямиком из коробки. И, конечно же, блок зарядного устройства. Кстати, довольно-таки увесистый. Тоже, конечно же, USB-C. И он у нас на 65 Вт. Баночка тут на 5000 мАч. Вот максимально золотая середина. Must have. И, по сути, такое вот, ну, то, что нужно. Никаких там урезок по объему аккумулятора. Конечно, было бы круче, если было бы 6. Но и 5 это лучше, чем, например, 4000 мАч и так далее. Ну, и зарядочка такая классическая. 65 Вт. Быстрая. Заряжать будет нашего сегодняшнего героя менее часа. Вот где-то плюс-минус так он будет заряжаться. Все, все, ребятки, на этом с комплектом поставки мы разобрались. Так что, конечно же, переходим к нашему гвоздю программы. Этой супер-мега-имбо-машине. Супер-топовому игровому смартфону. Красавцу. Блин, Нуби я обожаю. Мое почтение. Офигеть, ребят. Вы бы видели вживую. Это просто какой-то космолет. Это, блин, звездолет. Есть еще такая же максимально заряженная версия. Ребят, в серебристом исполнении. Но, что-то как-то, я не знаю. Многих прикалывает, но мне показалось, он каким-то плоским смотрится. Он непрозрачный уже. Ну, такой. А тут еще и RGB-подсветка в вентиляторе будет офигенно. Прорези тут. Ох, вообще кайф. Ну, машинка просто реально мега-брутальная. И в то же время прямо изо всех щелей кричит, что это игровой девайс у нас однозначно. Ладно, короче, давайте-ка я доуберу все... А, да, тут еще чуть-чуть осталось. Доуберу все ненужные транспортировочные пленки. Мы знакомимся с экстерьером нашего сегодняшнего монстра более подробно. На лицевой стороне Nubia Red Magic 7s Pro находится, хотел я сказать, отверстие для глазка фронтальной камеры. Но нет. Нет, фронталочка тут, ребят, есть, но она спрятана прям под дисплеем. То есть, во время игр и вообще любого пользования устройством ее попросту не будет видно. Она прячется. Но когда нужно включить, собственно, эту самую фронталку, она будет магическим образом появляться. Ну, вроде как, именно так это дело и работает. Хотя, если вот сейчас поиграться со светом, то, в принципе, фронталочку видно. Даже какой-то вот такой вот квадрат. Но, опять же, это если прям сейчас вглядываться, в любом случае, повторюсь, во время включения все это дело пропадет. Далее сверху у нас есть прорезь разговорного динамика, датчики, ну и сам дисплей с диагоналя в 6,8 дюйма. Справа, сверху и снизу у нас находятся вот эти вот самые обновленные Air Trigger, работающие на частоте 520 Гц. Далее у нас есть прорезь системы активного охлаждения, качелька регулировки громкости, кнопка включения и дополнительный микрофон. На левой же стороне у нас, ребят, есть не менее фирменный переключатель, собственно, активатор, я бы его даже назвал, специального игрового режима. Сверху у нас есть второй динамик громкоговорителя. Да, аппарат обладает полноценным неплохим стереозвучанием. Далее идет дополнительный микрофон, это уже второй дополнительный микрофон. И, конечно же, разъем 3,5 мм для подключения наушников. На нижней же грани мы найдем еще один динамик громкоговорителя, USB-C разъем, основной микрофон и слот. Сюда можно поставить, ребят, только 2 наносим-карты. Карточку памяти, увы, сюда никак не поставить. Но, учитывая то, что у нас версия на 512 гигов, а база начинается от 256, ну, не так уж и критично. Ну, и на тыльной стороне этой игропушки находится вот такой вот довольно крупный глазок основной камеры. Хотя, в принципе, по современным меркам уже не такой уж и крупный. Тут у нас располагаются 3 датчика, вспышка и надпись AI-камера. Далее, за пределами, буквально чуть-чуть правее, есть прорези, собственно, системы активного охлаждения. Есть еще куча всевозможных надписей по корпусу, обозначающих весь, так сказать, его функционал, потенциал и все, что в него установлено. Есть вот такие вот окошки еще дополнительные, в одном из которых мы, собственно, можем лицезреть систему активного охлаждения. Этот самый кулер, который светится всеми цветами радуги, разумеется, RGB-подсветочка присутствует. Что ж, дорогие друзья, в целом, снимая шляпу перед дизайнерами компании Nubia, ребята умеют рисовать по-настоящему специфичные, необычные девайсы. И плюс ко всему, это же не просто рисунок. Тут у нас есть вот эта вот толстенная металлическая вставка, она трехмерная, вот, и за нее можно немножко зацепиться пальцем. Но, в принципе, в руке лежит аппарат очень и очень комфортный. Опять же, с учетом того, что это, ну, не самый маленький смартфон, тут небольшие покатые грани, которые, в целом, и позволяют иметь аппарат, а то довольно неплохой хват. Даже, я думаю, ну, одной рукой, конечно, смотря у кого какая рука, у меня, конечно, не самая большая, но, я думаю, как-нибудь приловчиться можно. Я уже привык к этим здоровенным лопатам. Сейчас все примерно плюс-минус такие крупные. Ну, а выглядит, ребят, обязательно пишите в комментариях свое личное имени по поводу нашего сегодняшнего героя, потому что, ну, мне аппарат прям очень сильно нравится, я прям фанат Nubi. Ребятки прям молодцы. В этом плане с дизайном, ну, не придерешься, выглядит, ну, эффектно. Он действительно выделяется на фоне многих устройств. Вот даже если брать игровые, не какие-то там среднестатистические, а вот именно игровые смартфончики, то Nubi видно прям за километр. Что хочу подметить, то что, ну, разумеется, вот эта вот прозрачная якобы крышка, она не совсем прозрачная, это на самом деле там наклеечка, специальная такая эффект 3D присутствует, ну, небольшая такая глубина. Выглядит очень-очень прикольно, ребят, действительно. В принципе, точно такой же у меня аппарат есть Nubi Red Magic 7, простой, без приставки Pro и без S-ки на Snapdragon 8 Gen 1. Тут же используется Snapdragon 8 Plus Gen 1. Единственное, что видно прям действительно, это систему охлаждения, кулер в ночи переливается вообще просто, ну, нереально классно, блин. И давайте-ка, кстати, сравним. У меня, по сути, тоже вот прозрачная версия, как я сказал, Nubi Red Magic 7. А также примерно будет выглядеть в сравнении, ну, Nubi Red Magic 7 S. Есть еще аппаратис тоже на Snapdragon 8 Plus, да, Gen 1. Но единственное то, что я нигде пока что не могу его купить ни на Алиэкспресс, ни, ребята, из Цифруса еще не привезли. Как появится, обязательно его тоже возьму на тест и протестирую, выведу на чистую воду. Ну и, ребятки, пишите в комментариях, какой из игровых монстров от компании Nubi вам нравится больше всего. Я даже, честно говоря, разрываюсь, потому что обычная 7-ка, это вообще прям классика, шикарнейший аппарат, стоит, ну, действительно адекватных денег и рвет вообще все, что только можно. Это его старший брат, я думаю, тоже не должен ударить в грязь лицом. Единственное то, что хочу подметить, то, что старший покомпактнее. Вот это прям здоровяк, а вот 7S Pro, хоть он и Pro, но он поменьше немножко по толщине. Наверное, может быть, чуточку потолще. Да, вот прям на миллиметр самый он будет потолще. Напомню, тут у нас баночка ставится на 4500 мАч, тут на 5000 мАч. Так что, ну, как говорится, 1 мм не проблема. Я бы даже был согласен 2 мм, 3 мм. Пропустим, будет еще чуть толще, но баночку еще больше, хотя, в принципе, 7-ка, кстати, ребят, очень неплохо держит. Я думаю, 7S Pro будет еще лучше держать. Так, давайте-ка пробежимся по конкурентам. И первый у нас на подходе Asus ROG Phone 5S. Очень и очень неплохой аппарат, тем более сейчас он продается по крайне низкой цене, как на Алиэкспресс, так и у ребят из Цифрус. Разумеется, ссылочки будут в описании под этим видео. На распродаже сейчас их просто вообще расхватывали, как горячие пирожки. В целом, девайса еще хватает за глаза для любых повседневных сдач и тяжелых ресурсоемких играх. Его хватает прям на максималках без проблем. Ну, в принципе, с учетом его стоимости, максимально такой адекватный, сбалансированный девайс. Ну, как, в принципе, наши сегодняшние гости. Ну, гость, он же у нас получается один, я уже его приписал и обычную Nubia 7. Я же-то его уже распаковал и протестировал уже давным-давно. А этот нам еще предстоит вывести на чистую воду, посмотреть, на что же он способен. И давайте-ка еще шарков возьмем. Это у нас Black Shark 5-го поколения. Сюда же можно приставочкой Pro взять, но прошки сейчас я не нашел у себя на столе, поэтому обычная пятерка. Но в целом, разница в плане дизайна, что пятерки, что пятые прошки, вообще там на уровне погрешности вычислений, как говорится. Там немножко рисунок, но основные различия у них, конечно, по части железной составляющей. Так, тоже пишите, какой вам дизайн нравится больше. Но Black Shark такой поспокойнее все-таки аппаратец. Более классический получился, хотя в этом поколении он выглядит намного лучше, чем в предыдущем. Итак, все, ребятушки-ребятушки, запускаемся. Не терпится посмотреть на этого монстра в бою. Сейчас я прохожу все необходимые быстрые настройки, и мы продолжаем. Ну и как я и говорил, как я и говорил, ребята, никаких отверстий нет в дисплее. То есть при включенном, собственно, экране мы не должны замечать никаких дополнительных даже оттенков. Как-то никак абсолютно не выделяется. Как бы я ни крутил экран, во время включенного состояния найти фронтальную камеру практически невозможно. А чем выше яркость, тем эти шансы сводятся, как говорится, к нулю. Ну вот сейчас вот смартфончик у нас на, ну получается 50% яркости. Кстати, дисплеечек тут очень и очень яркий сам по себе. То есть при условии того, что у меня сейчас два зонта, в каждом по 4 лампы по 60 ватт. И хватает половины, действительно половины. То есть днем на солнце, наверное, можно будет спокойно играть. Высаживаемся на звезду и играем. Все как всегда. Ладно, в общем, что у нас тут еще интересного? Ну это оболочка Red Magic OS. Давайте посмотрим, какой именно версии. Red Magic OS 5.5. Процессор Snapdragon 8 Plus, G1, 18 гигабайт оперативной памяти. Кстати, подмечу то, что вроде как в Nubia, ну я не находил на предшествующих девайсах. Нельзя расширить эту самую оперативную память посредством вот этого там маркетинга, буста. Это, короче, ну на самом деле он все-таки чуточку помогает, когда заканчивается основная память. Это, ну, отрицать было бы глупо, но каких-то больших приростов в плане произведенности от него тоже ждать не стоит уж точно. Но тут 18 гигов, так что я думаю, оно и нафиг было бы не нужно. 18 гигов, ну, чтобы их было прям, ну, чтобы их не хватало, я не знаю, сколько лет еще должно пройти, да, Snapdragon 8 Plus, G1 быстрее устареет, чем вам реально понадобятся все эти 18 гигабайт оперативной памяти в смартфоне. Ну, если там нагрузить аппарат несколькими играми в параллель, там, в окнах, плюс стрим и так далее, не, больше 12, вот я сколько мучил, даже 12 не получается нормально забить, и то при том, что нужно прям реально мучить аппарат. Куча вкладок, куча софта, куча всего, просто вообще ничего, не выходить, засорять, как, не знаю, как последняя свинья. Ну, в общем, ребят, если вы, в принципе, ну, адекватно пользуетесь устройством, поверьте, 12 вам просто будет за глаза, вообще, даже с большим запасом на будущее. И 512 гигов, а вот это вот, конечно же, ништяк. Обнова, ну, я подключился к Wi-Fi сетям при старте, мне сразу же прилетело обнова, вот сейчас вот загрузочка пошла быстренько на 86 гигабайт. Ну, тут, опять же, снимаю повторно шляпу, не успел надеть. Ребята из компании Nubia, они прям очень хорошо обновляют свои устройства. Вот эта вот седьмая Nubia, которая у меня уже больше полугода, на нее прилетело, наверное, штук 7 обнов, если не больше. Они прям реально закидывают, они небольшие, есть крупные, ну, больше небольших таких, каких-то заплаточек, каких-то всяких улучшайок, они добавляют просто постоянно. Так, экран и максимальная частота. Вот тут небольшая засада, 120 Гц. 120 Гц, ребят, это круто, это классно, это плавно. Но, если взять ту же 7-ку, 7S, то там экранчики на 165 Гц. Да, это не во всех играх нужно, в тот же PUBG вообще никак не поиграть выше 90 FPS. Ну, пока что на данный момент выхода данного ролика. И, ну, есть игры, которые в 165 идут, но их там, правда, по пальцам чуть ли не одной руки можно пересчитать, но они есть, ребят. Поэтому то, что там в 165 Гц, это плюс. Ну, а тут 120, ну, это у нас распада за вот этот вот новый экран. Экран, на самом деле, классный, сочный. Тут не придерешься, все скачал, чуть за уведомление у нас выскочало. В общем, сам по себе экранчик очень классный, он прям такой сочный, углы обзора шикарнейшие. Это AMOLED панели 6,8 дюймов Full HD+. И она, может быть, даже лучше, чем на обычной 7-ке, хотя там экран тоже классный такой и отзывчивый. Кстати, тут тач на 920 Гц. И, насколько я помню, ни в одно касание на все 10. Это просто вообще какая-то жесть. Но, опять же, как говорится, в играх решает больше скилла. А вот это все дополнительные плюсики, которые помогут ему отточиться и раскрыться на полную, так сказать, катушку, если он у вас есть. У меня лично с этим большая проблема. Ладно, в общем, экранчик классный, оболочка в целом. Но не скажу, что прям супер какая-то там. Она нормальная, никаких претензий, все понятно. Все вроде как переведено довольно грамотно. Есть какие-то небольшие моменты, но, опять же, никаких вопросов. Все на английском. Ну, те моменты, которые не переведены. Но это у вас полностью глобальная версия устройства. Лучше никогда не будет, я так скажу вам. И, в целом, ну, 99% всего тут на русском языке никаких вообще дополнений. Ну, я не знаю, я не жаловался никогда на данную оболочку. Работает смартфон шустро. Что еще, как говорится, для счастья надо? К этому зачет ставлю. Это однозначно. Есть управление системой охлаждения непосредственно здесь, прям в виджетах. Вот она загорелась. Красота. И сейчас у нас, получается, средние обороты выставлены. Давайте-ка послушаем на средних. Так, теперь я включаю снег. Это максималочка. 20 тысяч оборотов. Не, ну, его слышно. Вот сейчас вот даже на расстоянии вытянутой руки на максималках слышно. Если на этом уже, ну, особо и только если прислушивают. Не, ну, ладно. Молотит он нормально. Но это хорошо, это правильно. То есть, тут действительно активная система охлаждения, а не какая-то там фикция. Он вот в тестах предшествующих моделей. Насколько я знаю, тут примерно точно такая же идет система. Они там еще сильнее вроде как не разгоняли. По звуку примерно точно так же, как и обычно 7рка, 7S и 7 Pro. 7 Pro предыдущие. Это 7S Pro. Ну, примерно все седьмое поколение работает вот так вот с системой активного охлаждения. Она там примерно, опять же, на плюс-минус одинаковых оборотах. И это действительно полезная, реально рабочая функция, которая позволяет нашему сегодняшнему герою демонстрировать максимальное охлаждение. Да, есть еще вот эти вот навесные дополнительные кулеры, но, честно, с Нубия я бы их вообще даже не покупал. Ну, быть может, только если вы прям хотите его вообще заморозить тотально. Потому что мы проходили и трехчасовые, и пятичасовые троттлинг-тесты на Red Magic 7-го поколения. Опять же, примерно с такой же системой охлаждения. И там за 5 часов, за 3-5 часов он реально показывал просто, ну, минимальнейшие просадки. А это Snapdragon 8 Gen 1. Тут же 8 Plus Gen 1, который вроде как еще и на 30% более энергоэффективный. Что ж, посмотрим, поглядим, обязательно протестируем и нашего сегодняшнего героя прям по всем фронтам. Так, отключаем, собственно, вентилятор и активация игрового режима. Тут же мы попадаем в специальную такую вот область. Это Red Magic Game Space. Тут будут все игры, добавляем их через эту клавишу. И тут конкретно уже настраиваем каждую игру. Более подробно обо всем расскажу уже, так сказать, в игротесте, где будет посвящено все наше время именно играм, FPS-икам и нагреву нашего сегодняшнего героя. Так, активация кулера, опять же, это меняется вид, периферию можно подключить и настроить дополнительно вот эти вот как раз-таки активные системы охлаждения. И тут профиль наш и так далее. В общем, тут появляется игра, зажимаем и дополнительно ее настраиваем, там уже выжимаем максимальную производительность и прочее. Так, возвращаемся обратно. Ну и сейчас я поставлю сюда тест Antutu про гони нашего героя Разиков 5 в этом тесте и посмотрим, что же он нам выдаст. Ну и в Antutu 9 версии наш сегодняшний герой выбивает... Ребят, я очень советую вам покрепше пристегнуть ремни. Он выбивает 1 миллион 137 очков 618. Вот, короче, 1 миллион 137 тысяч 618 очков. Это вообще, вот у меня просто язык запутался, потому что, ну, это абсолютный рекорд. Наш новый чемпион в тесте Antutu. Да, я буду тысячу раз повторять то, что Antutu, это, разумеется, не стопроцентный показатель, но для плюс-минус такого вот соотношения между другими устройствами для сравнения он все-таки сгодится. Ну, и это просто вообще что-то с чем-то. Я 5 раз прогнал нашего героя и результаты скакали от 1 миллиона 101 тысячи. Было по минимуму вот этих маркетинговых, ну, вот этот порог психологический 1 миллион 100 тысяч очков. И до 139, в общем, 140 он так и не выбил, но все... Блин, это очень круто! Разумеется, были активированы режимы максимальной производительности, вентилятор молотил на полную, все, ну, выжал из него вообще полный потолок, из игрового режима запускал и так далее. То, чтобы посмотреть, на что же он действительно способен. И вот такой вот разлет в целом говорит о том, что троттлинг тут должен быть минимальный. Я очень надеюсь, возлагаю на данный аппарат большущие надежды. В игровом плане он должен быть самым настоящим топовым монстром. Единственное, ему, конечно, не 120 Гц, потому что 120 Гц, но зато он будет везде стабильный. Прям везде держать в потолок, упрется в 120, и никаких просадок быть не должно. Плюс ему будет проще обрабатывать такое количество кадров, чем если бы у него было бы 165. То есть, в целом, это должно сказаться на стабильности, даже более положительно в тех играх, которые поддерживают более высокую герцовку, потому что он будет меньше напрягаться, чтобы отрисовать там, ну, ему надо будет 120 отрисовать, а не 165 этих кадров. Ладно, ребят, надо будет обязательно сравнить его с 7, 7С и так далее, потому что, ну, очень и очень шикарный, интересный аппаратец в плане производительности. Так, давайте-ка посравниваем его, собственно, с тем, что у меня есть. Давайте начнем, наверное, снизу. Это у нас, опять же, хит среди смартфонов до 25 тысяч рублей. Это Realme GT Neo 3, и он у нас набирает 830 тысяч очков по максимуму. Это Mediatek MTK Dimensity 8100, крайне удачный и высокопроизводительный чип. Тоже прогоняли во всех играх, как только не мучили. В целом, показал он себя довольно-таки адекватно. Это один из лучших, повторюсь, аппаратов для игр с ценником до 25 тысяч рублей. Опять же, на Алишке, в цифру с его еще все никак не завезут, но на Алишке он есть и продается. Вот даже на распродаже было ниже 20 тысяч рублей, попадались лоты. Офигеть, категорически рекомендую аппарат этот. Далее возьмем один из лучших аппаратов с ценником в районе 30 тысяч рублей, там, с небольшим хвостиком. Опять же, на распродаже Алиэкспресс цены вообще были просто шикарнейшие. И в плане фото возможностей смартфон просто огонь. И в играх до сих пор вообще просто все, что можно. Летает и тащит 144 Гц, 6000 мАч. Так, ну и у нас наш ROG Phone 5s. Кстати, в цифрусе он тоже есть и намного дешевле, чем у официалов. Прям намного тоже советую перейти по ссылочке, посмотреть на ценник. ROG Phone 5s. Это у нас Snapdragon 888+. И он выбивает по максимуму 885 тысяч очков. Конечно же, ну не чета нашему сегодняшнему герою, но тоже очень и очень круто. С учетом той цены, которую он сейчас стоит. Основной отрыв он, ну по всем фронтам, в принципе, кроме UX. Кстати, по UX прям практически один в один. Далее по списку у нас его брат, ну не старше он получается, просто он вышел раньше. Это у нас обычная Nubia Red Magic 7. И смотрите, обычная Snapdragon 8 Plus Gen 1 против Snapdragon 8 Plus Gen 1. И мы видим то, что разница, ну реально на уровне погрешности вычислений. Ну конечно это я загнул. Разница есть в среднем, наверное, в районе 5-6%. В зависимости, конечно, от категории, с которой мы будем сравнивать. Но вот самая большая, опять же, по процессовой части. Потому что тут подняли частоты по графике. Ну тоже потянулась графика у нас немножко на пару процентов. Перевод по памяти, в принципе, можно поставить знак равно при таких числах. И по UX, наоборот, Nubia, ну тоже, в принципе, между этими параметрами можно поставить знак равно. Но в общем и целом, если тут все окей с тротлингом, пока что в синтетике все очень и очень позитивно. Вот тут уже даже не только в синтетике, но и в играх аппарат показался просто максимально шикарно. Мы получаем вот такой вот небольшой прирост в 5-6% в нашем сегодняшнем герое в сравнении с семеркой. Так что смотрим, короче, на цену и берем тот аппарат, который вам больше нравится. На самом деле вы не получите какого-то прям кардинального отрыва, если возьмете конкретно аппарат на Snapdragon 8+, Gen 1. Главное это, как показала практика, хорошая система охлаждения. И во всех Nubia она просто шикарнейшим образом работает. И опять же позволяет выжать все по максимуму. То есть вопрос теперь только в играх. Завезите 240, ну ладно, 165 во все игры сюда и 120 во все игры сюда. И тогда мы посмотрим, что же они способны. Но так они везде, в принципе, вот Nubia вот эту семерку тестировала, везде поупиралась, где можно в 120, где можно в 90, где можно в 165 Гц и все. И молотила, и хоть бы хны. Но этот товарищ будет в 120 упираться, в принципе, с максимальной, опять же, стабильностью, благодаря активной системе охлаждения. Ладно, ребятки, вот такой вот у нас фрукт-монстр-супер-зверюга. Что ж, как обычно, доблестно, гуртом, набираем полторы тысячи лайков под этим роликом. Я отправляю нашего сегодняшнего героя на большой тест-игр, как всегда, с FPS, нагревом и троттлингом. Нубия Red Magic 7 Pro обладает полноценным стереозвучанием. Один динамик громкоговорителя у нас вот он, второй, разумеется, тут. И немножко у нас изменилась компоновка. Если в предыдущих поколениях, собственно, в обычной семерке у нас динамик громкоговорителя один здесь располагается, другой тут, то вот в этом случае динамик второй вынесли на верхнюю сторону. И, быть может, смартфончик заиграет немножко по-другому. Потому что сейчас мы послушаем, так сказать, заценим. Переходим в нашу переносную библиотеку YouTube. Напомню, у нас тут версия на 512. Шикарнейших гигабайт. Вообще все жутко по максимуму. И слушаем вот этот трек. Громкость на максимум. Ценим. Первое, что бросается в глаза, это то, что смартфон громкий. Это однозначно. Хотя сам трек такой тихий. Сейчас врасколбас. И по-клажера. Да, действительно крайне громкий. Ну, опять же, если сравнивать с предшествующими моделями, какой-то кардинальной разницы в звуке я не слышу. Примерно плюс-минус точно так же. Есть низы и середина. И верх в целом без песка. Ну, так же точно он звучит примерно. Может быть, не самый супер high-end топ. Но звук однозначно очень хороший. Громко, плотно, неплохо. Нубия Red Magic 7s Pro получил точно такой же набор основной камеры, как и у предшествующих, так сказать, собратьев. Ну, а фронталочка у нас тут кардинальным образом отличается. Она тут на 16 мегапикселей. Это у нас модуль от компании OmniVision. Если в обычной 7s у нас идет 8-мегапиксельный сенсор, тут, кстати, довольно неплохой 8-мегапиксельный сенсор. Вот не надо плеваться, что якобы мало мегапикселей, зато там сенсор такой довольно крупный. И в целом для селфи, себя и так далее вполне себе адекватный вариант. И даже многих тренашек обходит. То есть, там не придраться. Тут же 16 мегапикселей. Но все мы знаем то, что камеры в дисплее, опять же, по примеру того же микса, немножко хромают. И вот в плане детализации, за счет того, что они находятся непосредственно под матрицей, там, конечно, есть расстояние специально, там все рассчитано. То есть, мы по-любому сможем фотографировать. Но как будет с качеством, сейчас выйдем на улицу, проверим, протестируем, посмотрим. Очень и очень интересная штука. Ну, а основная, может, похвастаться главным сенсором на 64 мегапикселя. Это самсунговский датчик GW3. Далее идет у нас, собственно, ширик на 8 мегапикселей. И 2-мегапиксельная макрозатычка, я бы ее так назвал. Потому что, ну, в целом, есть какой-то смысловой от нее толк. Но, я думаю, она нужна будет далеко не всем. Что еще? Да что, давайте-ка перейдем в приложение камеры. Тут, опять же, нам всего-то более знакомо по предшествующим моделькам. Что-то где-то, что-то немножко изменили. Ну, а так, в целом, общая картина, я вам скажу, примерно точно такая же. Все дополнительные эффекты. Искусственный интеллект. Дополнительные, опять же, поднастройки. Переход на широкий угол основной. Потом двукратный и пятикратный зум. Зум только цифровой, потому что оптического увеличения не было. Вот лучше бы вместо макро бы поставили оптический зум. Было бы очень-очень хорошо. Хотя бы двукратный даже так. Режим Pro для более гибкой мануальной настройки. Дополнительные режимы коих-то. Тут вагон и маленькая тележка в целом довольно неплохо. Тут ребята разошлись. И если кто-то любит поснимать, то, несмотря на то, что это игровой смартфон, тут можно какие-то там всевозможные режимчики обкатать и попробовать. Даже есть записи в RAW видео. Видео система суперстабилизации присутствует. И обычный стаб. Суперстаб, разумеется, только в HD. Но это так. Как на всех даже других супертоповых устройствах. И есть возможность записи в 8К разрешении. 8К. Вот тут, конечно, уже стаба не будет. 8К надо будет тоже протестировать, посмотреть. Но есть такая возможность. Со стедикамом, наверное, будет вообще супер детализация. Ну а так ставим 4К 60 кадров в секунду. Стаб в этом режиме точно. Да, вот я уже даже тут по этому желтому фону вижу, что картинка так плавает. Да, ну и вот, собственно, есть еще и суперстаб в 4К 60 кадров в секунду. Отлично. Как говорится, на этом и спасибо. То, что и нужно. Портретный режим, режим ночь и все. В общем, давайте возьмем его игровых топ конкурентов за пазуху. Выйдем на улицу и посмотрим, кто же из них снимает лучше. Тест записи видеокамеры смартфона ZD Nubia Red Magic 7S Pro. Запись ведется в максимальном 8К разрешении. Ну, в принципе, как я предполагал, в данном максимальном разрешении у нас, к сожалению, нет системы стабилизации. Хоть и картинка просто шикарнейшая в плане детализации. Если у вас, повторюсь, будет какой-нибудь стыдикам на руках, можете снимать прямо с ним. Потом кропать, редактировать видео. Вообще, просто большущий потенциал у данного видео для обработки в дальнейшем. Ну, а так, в целом, конечно, с рук уже снимать не так комфортно без стаба. Поэтому лучше переключиться в 4К 60 кадров в секунду. Давайте-ка немножко побалуемся зумом. Посмотрим, насколько он сможет приблизить. И он может, получается, в 8К 5-кратный у нас получается цифровой зум. Возвращаемся обратно и переключаемся на 4К 60 кадров в секунду. Ну и, как я обещал, ребят, спускаемся до самых максимально народных 4К 60 кадров в секунду. В целом, ну, не скажу, что прям картинка в плане детализации сильно просела. Опять же, если вы смотрите с экранов своих устройств, то, я думаю, на смартфонах большой критичной разницы вы, наверное, не почувствуете. Но вот что вы должны однозначно заметить, так это работу системы стабилизации. Ребята прям ее четенько подтянули. Вообще, все смартфоны седьмой линейки со стабом дружат просто отлично. Так снимать гораздо веселее, гораздо плавнее. И даже картинка в целом получается приятнее, чем в 8К. Так, и что еще? А смартфон, кстати, держу в одной руке для усложнения задачи. И вот такая, ребят, картинка у нас получается. И давайте еще пример системы автоматической фокусировки на макро. Как он справится с этой задачей? Давай-ка, дружище. Ага, есть. На горизонт. И еще раз макро. И еще раз на горизонт. И еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас запись идет уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя. И вот такое вот у нас качество получается. Выставил максимально доступные настройки для данного аппарата. Это Full HD 30 кадров в секунду. Не знаю, есть тут система стабилизации или же нет. Но я думаю, ни у кого не возникнет особого какого-то большого желания прям вести блоги на эту фронталку и так далее. В целом, качество записи, опять же, с условием того, что это инновационная технология. Фронталочка у нас находится прямиком под дисплеем. Ну, вполне себе еще неплохой. Я ожидал худшего результата, но вроде как все плюс-минус адекватно. Единственное, вот небольшая такая длинка как будто бы присутствует. Не критично, но быть может... Вот я много раз протирал пленку. Возможно, все-таки это из-за пленки. Надо бы ее, конечно, убрать. Либо сразу же искать какое-то бронестекло специально с вырезом под фронтальную камеру или что-то типа такого. Если вы прям собираетесь массово что-то снимать именно на фронтальную камеру. Ну, а так вполне себе ок. Опять же, снимаем на подэкранную камеру. Nubia Red Magic 7S Pro. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте мы, как всегда, будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх. Подписываемся на канал, прожимаем колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики на нашем канале. А также подписываемся на все наши социальные сети. Наш Ротоп, Яндекс.Дзен, собственно, группу ВКонтакте обязательно. И Телегу Супер Топ. Скидками там отбираю специально прям по минимуму все, чтобы было очень круто, жирно и, разумеется, дешево. Крайне советую подписаться. Полезная штуковина. Всем еще раз огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку. Видео лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок. Действительно топ годных гаджетов. И до новых встреч.